Есенин. Диалог с 21 веком. Именно так был назван концерт в Голицынском доме культуры, посвященный памяти великого русского поэта. Как говорил когда-то сам поэт, его лирика жива одной большой любовью, любовью к родине. Вот и к подготовке праздника организаторы подошли с большой любовью и с особым трепетом. Сегодня на нашем празднике присутствуют гости, которые также неравнодушны к творчеству этого великого поэта. Это и учреждения Немчиновки, Успенки, Успенского поселения, Чистцовского поселения, конечно, города Одинцова. Великий поэт Серебряного века называл себя сорванцом, скандалистом и разбойником. Именно такое амплуа и закрепилось за Есениным. Он писал, только сам я разбойник и хам, и по крови степной конократ. О, если бы вы только понимали, что сын ваш в России, самый лучший поэт, Вы бы за его жизнь сердцем не индивели, когда он басы ноги-ноги в ужих осенних макал, А теперь уходит в силиндре и лакированных башмаках. Но живет в нем задор прежней хватки деревенского зорняка. Каждый корове с вывески в лесной лавке он кланяется из старика. Однако друзья поэта Андрея Белый и Всеволод Рождественский рисовали противоположный портрет Есенина, изображая его добрым, необычайно мягким, чутким и деликатным человеком. Творческие номера, подготовленные к празднику, вполне отразили противоречивую натуру поэта. Над ними работали несколько десятков талантливых коллективов и исполнителей, среди которых театральная студия «Кураж», ансамбль «Союз М», поэты Владимир Яшин и Константин Григорьев, танцевальные коллективы «Радуга», «Резонанс», «Маленькая страна» и многие-многие другие. «Радуга», «Смешная потерь», «Много в жизни смешных потерь». «Стыдно мне, что я в Бога не верю», «Горько мне, что не верю теперь». Каждый выступающий отдавал в своем номере дань признания великому поэту. Кто-то делал это через песни, кто-то через танцы, а кто-то читал стихотворения собственного сочинения. Творчество – лучшая панацея от маразма, Без устали оттачивай грани слов алмазов, И когда отшлифованно сверкнет живое слово нам, Ты поймешь, о друже, что поэзия твоя нужная. Есенин занимает огромное место в моем творчестве и вообще в русской поэзии. Вот в чем величие Есенина? Есть поэты, которые пишут, что видят, то поют, первый уровень. Есть поэты, которые пишут свой внутренний мир, выражают свои ощущения, переживания, мысли. А есть поэты, которые выражают уже души других людей. И вот Есенин его величие в том, что он выразил души миллионов-миллионов русских людей. Стихотворение Есенина – это особая страница русской поэзии. Поэту невозможно загнать в тесные рамки литературных направлений начала 20 века. Он сам по себе – бунтующий, страстный и с огромной русской душой нараспашку. Наверное, поэтому поэзия Сергея Есенина никого не оставляет равнодушным. Дарья Киреева, Алексей Орлов, телекомпания Одинцова.